Ереван Ереван лежит в межгорной котловине, по которой протекает река Роздан. Издавна по этой долине проходили торговые пути за Кавказье. 2750 лет назад здесь возник город. Ныне Ереван столица Советской Социалистической Республики Армении. Крупный научный, культурный, индустриальный центр. В центре города площадь Ленина с монументальным зданием Дома правительства Армении. В архитектуре города органично сочетается старое и новое. Широкое использование в строительстве местных розовых и сиреневых туфов и мраморов придает Еревану неповторимый колорит. Часто фасады домов украшают традиционным армянским орнаментом и резьбой по камню. Ереван славится своими памятниками. Давид Сосунский, памятник Шоумяну, мать Армения. Украшение города – здание Государственного академического театра оперы и балета имени Спиндиарова. Богатые музеи, картинные галереи. Гордость Еревана – уникальное хранилище древних рукописей – Матанадаран. Здесь более 11 тысяч только армянских рукописей. Многие из них обрели жизнь еще в девятом столетии. Ереван – город не только древней культуры, но и самой современной науки. Здесь работает Республиканская академия наук. Государственный Ереванский университет. Более 10 вузов, техникумы. В городе учатся каждый третий. Современный Ереван – крупнейший промышленный центр Закавказья. Дешевая энергия Розданского каскада – основа производства алюминия, ведущей отрасли тяжелой промышленности города. Алюминий, медь и другие цветные металлы обеспечивают сырьем разнообразную электротехническую промышленность и приборостроение. Ереван – один из центров по производству счетно решающих машин на полупроводниках. Химическая промышленность – новая отрасль индустрии города. Здесь производят синтетический каущук, автомобильные шины, химические удобрения. На местном сельскохозяйственном сырье работает текстильная и разнообразная пищевая промышленность. Город быстро растет. Каждый год строится по одному дореволюционному Еревану. Автомагистрали, воздушные трассы и железные дороги соединяют Ереван со всеми республиками Советского Союза. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...